14 лет я в лесу работала, лесорубка. Дедуля еще 14 лет на поле работала. Мы так вот это работали, знали, что война, надо жить, работать, чтобы мы победили. Супруги Науменко – ветераны войны. Она – труженица тыла, он – фронтовик. Вместе почти 70 лет. О сложном жизненном пути рассказывают гостям, мэру, главе горсобрания и прокурору Сочи. Нам главное увидеть вас в здравии, в хорошем настроении. Если есть какие-то проблемы, мы постараемся вам помочь максимально. Все вместе. Хорошо? Ну, вы знаете, вот если что-то даже просить, у нас все есть. Теперь доволен и участник войны Валентин Свиридов. В его квартире практически закончен ремонт. В ближайшие дни, докладывают Алексею Копайгородскому, завезут новую мебель. Ремонт прекрасный, восхитительный. Я очень доволен. А вот в квартире инвалида войны Мария Говенко глава города обратил внимание на сломанную ручку дверей и неработающую розетку. Дал поручение исправить все без промедления и в дальнейшем быть внимательнее к ветеранам, реагировать на малейшие просьбы. Вот все везде косметические вопросы. Что-то работает, что-то не работает, что-то вышло из строя. Максимально все сделать, чтобы все было максимально комфортно. Это очень важно. Три дома на улице Малышева сдали к 65-летию Победы. Новоселье здесь отметили ветераны Великой Отечественной войны, которые проживали в муниципальных квартирах или вовсе не имели собственного жилья. С момента заселения так называемых ветеранских домов в одном из них организован офис врача общей практики. По запросу выездные консультации проводят узкие специалисты. Предписания врачей исполняются в отделении дневного стационара. Работает процедурный кабинет. Кроме заботы о здоровье и быте, нуждаются ветераны и в общении. Есть единичный случай, который сразу же решается. Где-то кому-то надо помочь по ремонту мелким каким-то. Но это единичный случай. Чаще всего мы, наверное, сталкиваемся с такой проблемой. Когда мы приходим, то им хочется пообщаться и рассказать о своем боевом пути. По поручению главы города до конца месяца во всех районах Сочи проведут комплексную работу, чтобы выяснить, в какой помощи нуждаются ветераны курорта. Как обещают в администрации, все запросы и пожелания будут исполнены.